привет не переживайте я не захватил канал с юлей все нормально просто она уехала на обучение в москву а без новостей мы вас оставить не могли поэтому сегодняшний выпуск проведем я и наши микро зелень может быть в выпуске будет появляться еще аква но это не точно потому что она королева своенравная может прийти а может и не прийти ладно поехали к новостям интересно что там произошло в госдуме предложили законодательно закрепить маркировку вызывающих диабет продуктов есть у нас такой проект под названием светофор который пока что на добровольной основе предлагает производителям маркировать свою продукцию и предупреждать покупателей о наличии в ней вредных веществ учитывая что основа была добровольная естественно все на нее забили сейчас депутаты хотят уже на законодательном уровне продвигать этот проект начали они с диабета потому что прирост очень большой двадцать втором году прибавилось 345 тысяч пациентов что на 15 процентов больше чем двадцать первом и по большей степени такой прирост связан как раз из-за приобретенного диабета а приобретается он из-за того что люди едят нездоровую еду если проект одобрят то производители обяжут маркировать свою продукцию красным желтым и зелеными цветами как собственно светофор почему он так и называется где красный значит что в продукте много сахара и жиров желтый нейтральное количество а зеленый безопасен для организма лично меня такие инициативы радуют потому что мы медленно и уверенно двигаемся в сторону здорового питания и это круто женщина случайно купила редчайшее куриное яйцо стоимостью 80 тысяч рублей жительница австралии пошла в супермаркет купила кассету яиц открывает ее дома и смотрят все яйца как яйца одно идеально круглой формы как оказалось это большая редкость вероятность найти такое яйцо 1 к более чем миллиарду и уже был случай когда такое же яйцо продали за 1400 австралийских долларов а это 80 тысяч рублей кстати эксперты говорят то что сейчас это яйцо можно еще дороже продать вообще идеальная сделка я считаю как минимум кассеты яиц отобьется захотели бы купить яйцо идеально круглой формы а главное чтобы вы с ним потом делали расскажите пожалуйста в комментариях московском и ленинградском зоопарках рассказали какой едой можно кормить животных в статье речь идет о животных которые живут в самих зоопарках и весь разгон там в том что кормить их надо исключительно той едой которая продается в этих же зоопарках то есть на кассах или в автоматах с едой и я полностью с ними согласен ведь они продают специализированные корма и в необходимом количестве ведь у всех птиц и животных свой рацион нам может казаться что от условной морковки ничего не будет а потом окажется что животное будет болеть или вообще погибнет а если вы уверены что морковка точно не навредит но дадите слишком много то животное переезд и потом ему тоже может быть плохо а вы покормили ушли и дальше знать не знаете что вообще с этими животными происходит поэтому лучше покупайте еду в самом зоопарке так надежнее но если вас душит жаба и вы не хотите платить за корм в зоопарке то лучше просто погуляйте посмотрите животных потом пойдете поедите мороженое и все будут довольны а главное живы и здоровы нелегальный лук из казахстана не пустили в саратовскую область грузовик вез 20 тонн лука на погранпосту саратовской области она ограничится казахстаном если вы не знали инспектора остановили эту фуру проверяют продукцию видят что она нарушает требования евразийской экономической комиссии то есть на упаковках нет информации что это вообще за овощ где вы вырастили и откуда везут фуру развернули и она поехала обратно ну а мы спасены от нелегального лука а может быть кстати там вообще не лук был потому что надпись и этикетка не было тамбовской области выявили колбасу из будущего это на самом деле классический вариант кричащего заголовка потому что ни из какого будущего колбасы нет на самом деле производитель подделывал документы а именно дату выработки на 30 дней позже реальной даты производства тем самым увеличивал срок годности своей продукции естественно в одиночку он этого проделать не мог с ним в деле были и сотрудники ветслужбы и разные уполномоченные лица все они понесут наказание но мы по-прежнему ждем высокотехнологичную но мы по-прежнему ждем высокотехнологичную колбасу из будущего аква от меня отстала не знаю надолго или нет сейчас она пошла перекусить а мы продолжаем итальянский производитель сельхозтехники сменил название для поставок в россию есть еще те кто до сих пор удивляется таким маневром в конце концов какая разница как называться если есть возможность работать и зарабатывать также подумала итальянская компания дойтс пар которая теперь будет называться агротех руси для них рынок россии настолько же важен как китай индия и турция терять они его отказываются и правильно делают пусть работают мальчишки правила обработки полей химикатами ужесточат ради пчел дело в том что агрономы периодически обрабатывают свои поля разными веществами если вы не знали и среди них естественно есть те которые вредны для пчел но коммуникации между пчеловодами и агрономами либо нет либо она затруднена либо они вообще между собой общаться не хотят не на но все люди в конце концов в любом случае из-за того что пчеловоды иногда просто бывают не в курсе о том чем и когда обрабатываются поля гибнут пчел и статистика кстати не очень хорошая только в двадцать втором году количество пчел и семей сократилось на 50 тысяч ситуацию надо исправлять поэтому аграриев обяжут заранее сообщать о проведении обработок их уровня вредности и так далее татарстане установили рекорд на самый большой объем удмуртской каши как много у нас национальности и как круто что они между собой дружат и поздравляют друг друга с праздником помню еще в младших классах ребята татары приносили на пасху яйца крашеные поздравляли нас а мы их в ответ поздравляли с кубом байраму так вот возвращаясь к новости татарстане прошел удмуртский национальный праздник окончания пахоты где приготовили удмуртскую национальную кашу вось жук и занесли в книгу рекордов россии круто молодцы каша кстати готовится из пшеничной крупы лука сливочного масла и мясо гуся аква вернулась продолжаем спрос на шаурму вырос в 2-3 раза на фоне подорожания другого фастфуда пицца суши дорожают шаурма этим пользуются наращивает обороты бизнес живое в уголок в российской сети ферме будут растить рыб кроликов и овощи статья на самом деле очень плохая очень раздутая там много воды но смысл очень интересный потому что там рассказывается о фермах которые находятся внутри помещения это грубо говоря маленькие аквариумы но которые занимают примерно как там шкаф-купе а то и меньше места в них одновременно выращиваются и рыба и кролики и зелень овощи они между собой взаимосвязаны друг друга там грубо говоря поливают орошают делают наличие человека минимально подошел посмотрел проверил все работает значит ферма хорошо развивается пошел дальше своими делами заниматься это в первую очередь может понадобиться ресторанам чтобы они могли подавать на и свежайшие рыбу овощи и мясо кролика соответственно людям квартирах это постольку поскольку нужно только самым увлеченным целом проект клёвый мне понравилось да вот и микрозелень согласна каждый третий зумер в россии хотел бы открыть собственное кафе авито услуги и ренессанс жизнь провели опрос и выяснилось что очень много людей хотят свой бизнес и большинство среди них хотят именно кафе или ресторан а чаще всего таких планах заявляют зумеры то есть люди в возрасте 18 и 24 лет это говорит о том что культура общепита у нас растет и развивается в правильном направлении молодые люди все чаще ходят в такие заведения проводят там все больше времени там им нравится а значит и сами они хотят что-то подобное логично логично это были все новости на сегодня сейчас 2 июля значит разгар лета расскажите как вы его проводите наелись и клубнички ждете ли что у нас там дальше идет среди помню вишню например черешни уже вообще в разгаре я буквально недавно целую чашку съел подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш телеграм там много всего интересного ставьте лайки пишите комментарии на следующей неделе уже будет юля будет привычный выпуск новостей всем пока